Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Сегодня наш вопрос касается жертв в Одесском Доме профсоюзов. Был ли причиной их гибели пожар или жестокая расправа? Спустя два дня после кровавых событий в Одессе жители города поднялись на крышу Дома профсоюзов. Среди них выживший мурщина. Он не выдерживает и со слезами кричит. Фотографируйте все. Нужно, чтобы это видели все. У нас ведь вообще не было оружия. А они, он имеет в виду правительство в Киеве, говорят, что мы были вооружены. У нас даже пистолета не было. А они называют нас сепаратистами. Появившиеся в интернете фотографии трупов в Доме профсоюзов позволяют предположить, что произошло на самом деле. Однако они такие ужасные, что мы не можем их тут показать. На первом этаже, где был огонь, видны обугленные трупы. Но и на верхних этажах, где пожара как такового не было, мы тоже видим частично обугленные трупы. На одном снимке можно видеть лужи крови от применения насилия, из-за которого в действительности и умерла жертва. Потом, очевидно, сожгли лишь голову жертвы, так как остальная часть тела и одежда не имеют следов от огня. Кроме того, и все остальное, что находится в комнате, не повреждено. Очевидно, что кроме головы трупа там ничего не горело. Можно видеть молодого мужчину и девушку, умерших не от огня и не от удучия дымом. Выглядит так, будто их казнили там другим способом. Возле лифта у мертвой женщины сорвана одежда ниже пояса. Очень вероятно, что ее изнасиловали, затем облили горючей смесью и подожгли. Многим жертвам стреляли в голову. Также на фото мы видим служащую, которая, вероятно, убирала офис. На ней не видно следов от огня, ее задушили шнуром. Видимо, жертв в помещениях истязали, потом убивали и в заключении обливали голову и руки горючей жидкостью, чтобы скрыть следы насилия и затруднить опознание жертвы. Нижние части тела чаще всего не имеют следов от огня. На многих снимках видны баррикады, которые должны были помешать запертым в здании людям прорваться к верхним этажам, чтобы спастись. Предположительно, к моменту, когда пожар был потушен, бойня в здании уже тоже закончилась. Нужно было выдать пожар официальной причиной смерти людей. Но так как здание большей частью состоит из огнеупорного материала, пожар ограничился только первым этажом. И следы совершенных убийств на верхних этажах стали очевидны. Между тем, действительно есть ряд свидетельств о том, что внутри здания находились специально прибывшие отряды украинского правительства и массово вершили казни над своими жертвами. Общее количество жертв не 43, а 116 человек. Один свидетель рассказывает, как они завлекли народ в здание и там убивали их. Двоих парней дубинками забили на смерть. Женщину с двумя детьми заживо сожгли. Уважаемые дамы и господа, ввиду этого фотоматериала, который свидетельствует о жестоком массовом убийстве невинных жителей Одессы, все последующие комментарии излишни. В заключении мы цитируем из опубликованного в 1799 году стихотворения Фридриха Шиллера, песня о колоколе. Ужасно львица в пробуждении, еще ужасней тигра злой набег. Но что все ужасы в сравнении с твоим безумством, человек?